Всем привет! У нас сегодня экспертно-аналитический клуб. Тема «Как считать политзаключенных? Нужны ли новые критерии?» Длительность 2 часа. Первый час спикеры отвечают на заявленные вопросы. Второй час – дискуссия с участием всех участников этого Зума. Наш сегодняшний спикер – это Олег Гулак, председатель Белорусского хельсинского комитета. Олег, добрый день! Да, добрый всем, коллеги! Олег Агеев – юрист, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов. Олег, добрый день! Здравствуйте! И Вячеслав Кассинеров – основатель инициативы помощи политическим заключенным «Диссидент Бай». Вячеслав, добрый день! Привет! Напоминаю, что мы ведем видеозапись дискуссии, но также напоминаю, что у нас есть правило «Chat and House Rule». Оно применяется по предварительному уведомлению, поэтому, если вы хотите сказать что-нибудь не под запись и что не должно попасть в финальную запись на YouTube, то, пожалуйста, дайте нам знать, а тогда остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем вот этот кусок, который вы будете говорить, лучше не цитировать. Также напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык, и если вам удобнее слушать нас на этом языке, то, пожалуйста, выберите английский в опциях ZOO. Ваши вопросы, комментарии по ходу дискуссии вы можете писать в чат, также поднимайте руки, если вы хотите взять слово. Я передаю слово самодоратуру Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Коллеги, всем добрый день, добрый вечер, в зависимости от числа самого пояса. У нас сегодня такой предпоследний уже в этом году экспертно-аналитический клуб, и поговорим сегодня о теме, которая к большому, к большому всех нас, к сожалению, остается насущной и постоянно актуализируется. И я помню, когда мы писали анонс сегодняшней дискуссии, в котором писали там менее 900 полезаключенных, потом около 900, а теперь более 900, пока время как бы идет, к сожалению, число увеличивается. Но насчет этого числа и механизмов его определения мы сегодня и поговорим, потому что я встречал цифры и 200 полезаключенных, и доисплодные тысячи, и, наверное, есть еще много других вариантов, как люди это обозначают. Попытаемся сегодня разобраться, сколько же полезаключенных, как люди этот статус получают, потому что, мне кажется, еще важно договориться в самом начале, что все мы понимаем, что какие бы у нас ни были позиции на этот счет, все мы решительно осуждаем наличие полезаключенных, и все мы точно за свободу грязи людей, независимо от того, какие, кто считает нужным, применяясь критерий. Поэтому в любом случае, все тут, в общем, на хорошей стороне. Но для того, чтобы с этим разобраться, вопрос очень важный, чтобы было меньше путаницы и больше понимания, как раз и нужны экспертные дискуссии. И поэтому сегодня обсудим, как полезаключенных определяют сейчас, какие есть предложения по изменениям, какие здесь есть возможности, преимущества, какие угрозы и как по всему этому подходить. Поэтому я предлагаю так, что мы сегодня будем двигаться в таком порядке. Мы сперва разберем систем, как полезаключенными признают Беларуси на сегодня, как это вообще работает, потому что все это происходит не само по себе, а это делают люди, правозащитники. После этого обсудим, какие есть предложения по изменениям, и дальше уже предметно обсудим, какие преимущества и угрозы. Поэтому я в таком случае предлагаю начать с Олега, хотя Олегу на сегодня два, в общем, с любого из Олегов, кто-то начнет, и расскажет немножко подробнее про то, какую методологию и процедуру признания полезаключенными сегодня использует правозащитное сообщество в Беларуси. Как это вообще работает? Какой-то человек попадает за решетку, это один момент, и другой момент, когда его признают полезаключенными. Что происходит между этими точками? Я уверен, что многие люди, даже из тех, кто им интересует, вряд ли разбирал их на деталях методологии, поэтому давайте все это проясним, чтобы понимать вообще, о чем мы сегодня говорим. Когда Олег, давайте кто из вас начнет, вот я вижу у Олега кулака, микрофон включен, так что, Олег, давай тогда давай, ты и начинай. Как сейчас этот процесс работает? Кратко вы для тех, кто хочет понять, что сейчас? Ну, добрый день еще раз всем. На самом деле, очень схематично я расскажу, потому что я надеюсь, что люди, которые интересуются темой, которые пришли подискутировать, они в курсе, как минимум, прочитали вот эти критерии, которые приняты правозащитным сообществом, и в них хотя бы в общих чертах разбираются, потому что в противном случае, ну, как бы нет смысла, нет смысла пересказывать вещи, которые достаточно серьезны, достаточно сложные процедурно и сложные по содержанию. Это не просто там вот полиция заключена и вперед. Нет, это, если мы хотим, чтобы это работало, чтобы от этого был какой-то смысл и позитивные последствия, то это должно быть серьезно. Так оно и сделано. И если немножко вернуться к истории, то критерии появились, критерии – это как раз продукт, которому правозащитное сообщество пришло в ходе достаточно долгого опыта применения работы с этой проблемой политзаключенных. И на каком-то этапе стало понятно, что нам необходимо больше как бы предсказуемости и понятности, почему, откуда появляются или не появляются вот эти люди, которых само понятие политзаключенных и почему кого-то им называют, кого-то нет. Поэтому и появился такой запрос не только у нас, не только в Беларуси. Это был процесс международный и с коллегами из других стран, постсоветских стран. Мы над этой темой работали, работали долго. Было много текстов, много встреч и обсуждений. И в конце концов родился вот этот документ, который сейчас публичен и можно посмотреть в открытых источниках на сайтах правозащитных организаций. Еще раз говорю, это не только наши, не только мы ими руководствуемся, они применяются и в других странах, в России, в Украине. Надо посмотреть, насколько коллеги из Казахстана с ними тоже я сейчас не готов сказать, но в разработке участвовало целый ряд правозащитников из многих стран. Пропадает сигнал с Олегом. Олег, еще с нами? Да, я с вами. Я вас отлично слышу. Я с нами. Ага, вот об Олега с нами, да. Так, да, ты говорил, Олег Гулат, который начинал говорить, я сейчас против сигнала вернулся, продолжать. Ага, что-то пропадает. Я так себе рассказываю, как ни в чем не бывало. Вот, заканчивая исторический экскурс, это продукт многих правозащитников из разных стран. Вот, и теперь это происходит таким образом. Когда мы видим проблему, когда мы видим посаженных людей, уголовное преследование в отношении людей, которые теоретично, гипотетически, скажем, попадают в эту сферу, есть подозрение, что они могут попасть под эти критерии, тогда кто-то из правозащитников, кому, как правило, это кому тема ближе. Например, если это речь идет о журналистах, вот БАШ как раз инициирует этот процесс. Но это открытый процесс любой из нашего правозащитного сообщества, из коалиции, которая в этом процессе участвует, может двинуть предложение в коалицию, что коллеги, вот, есть такая проблема. программа, вот, мы полагаем, что такого-то человека, такой-то кейс следует признать политзаключенным, потому что, и идет потому что, идет изложение, как фактическая ситуация соотносится с критериями, и, соответственно, обоснование, что есть смысл, вот, есть соответствие этим критериям, соответственно, есть смысл в признании, в вынесении такого решения, в признании его политзаключенным. Тогда идет общее голосование, и, если организации поддержали, никто не выдвигал аргументов, что это не соответствует критериям, что ситуация другая на самом деле, или смыслы другие, тогда, значит, решение принимается, публичится, и вот мы таким образом имеем этот список. Это есть в общих чертах. Олег, если добавить что-то. Ну, действительно, как Олег Гулаг сказал, этот документ, он называется руководством определения понятия политзаключенных, это действительно продукт, к которому долго шли, и здесь в части исторической достоверности этого документа, что называется, абсолютно подтверждаю, потому что многие, даже вижу по фамилиям из тех, кто здесь присутствует, принимали участие на разных стадиях обсуждения этого документа. И для Беларуси, для белорусского правозащитного сообщества, поскольку он разрабатывался действительно правозащитниками из многих стран, то для белорусского правозащитного сообщества мы очень условно ввели его в действие на правозащитном форуме, который фактически является съездом представителей правозащитных организаций. И, собственно, там он был принят. Все, кто находился на этом форуме, согласились с и формулировками, и с теми процедурами, по которым предлагалось политзаключенных именовать таковыми. И в остальной части действительно Олег Буак абсолютно кратко и содержательно объяснил, как происходит эта процедура на сегодняшний день. Спасибо. А если можно, я бы только хотел уточнить для ясности, сейчас прозвучало такие два события, что долго обсуждали и принимали на форуме, а когда это было? Долго? Долго это понятие субъективное для разных людей. Когда был форум и сколько шло обсуждения? Можете сейчас вспомнить? Олег Николаевич, по-моему, это был 2016 год, если мне память не изменяет, но, по-моему, работа за ним шла... Ой, думаю, Ой, думаю, Надо посмотреть, слушай, надо посмотреть дату. Я просто как-то не стал... Настолько привычно, что они есть, что я уже не стал смотреть. Это было больше лет... Ну, не пять лет назад, точно. Больше. А долго это... Мы в год работали с ними точно, если не больше. С разработкой критериев заняла не меньше года, если не больше. Это был процесс, действительно... Была рабочая группа создана. Я подвис, кажется. Нет? Нет, сейчас слышим. То есть, я так понимаю, это произошло, скажем так, где-то за последние 10 лет, скажем так, где-то 20 перемежуток. Условно, не до 2010-2011 году еще не было этого руководства. Окей, ну, просто тоже для понимания, потому что, мне кажется, это важно понять, насколько это давнее, насколько свежее, потому что речь, как раз, идет об... Дальней, но можно еще, Вадим, вспомнить, знаете, что вспомнить, что в новейшей истории Беларуси, я имею в виду после обретения независимости, политзаключенные в стране были, по-моему, с 96-го года, у нас не было периода, чтобы вообще никого не было, или коротенькие периоды были, когда выпускали всех, но, как правило, несколько человек, больше, меньше, но 2-3 человека, один, а вот после 10-го года их там было несколько десятков, вот, но пропали заключенные, это постоянный, как бы, спутник нашей истории, или компонент. Просто для справки я открыл, они были приняты в октябре на третьем правозащитном форуме в Вильнюсе, это был 2013 год. Ну, 2013, да? Да. В чате, что борец стал про 2017 год, а в 2013. В общем, 2013 год, окей. Всем ясно, да, у нас Вячеслав Кассенеров поднимает руку и, безусловно, мы им, конечно, все слова и предоставим, потому что сейчас мы немножко разобрались в том, как и эти вообще механизмы и критерии появились, как, когда, и тогда сейчас, понимая это, важно обсудить, какие конкретно есть предложения по их изменению, почему существуют идеи, что предзаключенных больше, и как это измерять, поэтому тогда Вячеслав Кассенеров, диссидент Дубай, пожалуйста, что и как предлагается изменить в этих критериях. Спасибо. Но я вот только хотел просто напомнить своим коллегам, что это был 2013 год и разработка, получается, происходила в течение года, потому что сами критерии ПАСЭ, это довольно поздний такой документ, который был принят в 2012 году. Вот, что касается процесса, то есть прежде всего мне хотелось бы сказать, что из определения того, кто является правозащитником, правозащитником может быть любой человек, организация или структура, которая в группе лиц отдельно какими-то коалициями действует в защиту прав человека. Это важно понимать, потому что я слышу, что есть некое сугубо отдельное правозащитное сообщество, оно одно, и оно единогласно принимает какие-то там решения, только вот от него исходит эта, скажем так, правозащитная воля. В принципе, это тезис, с которым я хотел бы не согласиться. Все-таки мы тут все коллеги, и так или иначе большинство, большая часть нас тут связана с правозащитной действием, непосредственной помощью тем, чьи права нарушены. Что касается вопроса того, как там признается человек, я просто не совсем понимаю, описательный именно этот процесс или почему, например, наши цифры больше конкретно. Наши, это я имею в виду не только десетбай, безусловно, а огромное количество организаций, в том числе правозащитных. Просто можно уточнить? Ну, по поводу количества организаций уточню, действительно, мы в идеале, когда планировали экспертный клуб, я хотел, чтобы у нас обычно 4 спикера, я хотел, чтобы было 2 на 2 с разных позиций. К сожалению, да, из тех, кто предлагает за изменение методологии, было сложно были проблемы с поиском второго спикера, да, в этом случае, представляет, да, только числа в 10 на 2, но, безусловно, есть и другие люди, это ясно. И я думаю, описать, ну, есть больше людей, я думаю, наверное, так понимаю, по крайней мере, видимо, есть, потому что есть предложение как-то другие критерии применять. То есть, мы же признаем кого-то полисовещенными непросто, потому что мы им сочувствуем. В каком-то смысле мы сочувствуем всем, кто-то находится сейчас в белорусских тюрьмах, в общем, там есть проблемы с лишением свободы, независимо от того, даже почему они туда в общем попали. Наверное, те, кто там спят на каменном полу, на кресле, когда там полисовещенные встречаются с задержанными за мелкое хулиганство, в общем, тоже не те условия, в которых надо быть. Но раз мы говорим про статус полисовещенного, поэтому я и предлагаю забраться с методологией, что конкретно предлагается изменить, чтобы их можно было признать там тысячу, две тысячи и так далее. Хорошо, Вадим, спасибо, я понял. Ну, тогда тут все намного проще. Тут смысл в том, что новых критериев мы не предлагаем. Это очень важно понимать всем. Мы предлагаем просто актуализировать те критерии, которые уже использовались. То есть, в принципе, то, что они именно в своей трактовке, то есть они замечательные. Критерии PASA это отличный документ, всем советую к ознакомлению, а потом, исходя к нему, другие нормативные документы международные, на которых он базируется. Тут важно понимать, что их трактовка, она начала проседать еще задолго, до 2020 года. То есть, мы об этом говорили еще в 2017 году, что власть, она делает выводы, она учится, она учится делать провокации, в результате которых человек, заведомо попадая в тюрьму, уже попадает туда по статьям или в результате с действиями, которые исключают его из политического заключенного, этого статуса, исходя из подхода моих коллег. Таких примеров очень много, если будет на то время, я с радостью о них поговорю. Но касательно именно ситуации сегодняшней, когда уже прошло практически полтора года после правового коллапса в стране, очевидно, стоит утверждать, что эти критерии именно в той трактовке, они не совсем актуальны. То есть тут есть ряд моментов, которые в принципе даже с пункта какого-то этих критерий, где там нарушаются базовые права и свободы человека на системном уровне, они уже не отвечают тому, чтобы рассматривать это как какую-то часть законодательной системы, часть легитимной системы, которая может помочь нам разобраться именно с точки зрения закона в данном вопросе. Соответственно, что предлагаем мы? Мы предлагаем просто следовать этим критериям, но с учетом новой ситуации, вот этого правового коллапса и репрессивной машины, когда в принципе человек, даже не буду углубляться в них, не может рассчитывать ни на справедливое следствие, ни на справедливый суд, задержание его происходит, и это доказано огромным количеством фактов, видеоматериалов задокументировано, с применением жестокости, насилия, он подвергается на системном уровне пыткам, издевательству, нарушением, вторжением в личную жизнь, нарушением частной жизни, отъемом собственности незаконным и так далее, и так далее. И все это говорит о том, что уже сейчас просто говорить, что политзаключенный только может признаться, исходя из каких-то действий, что ближе к трактовке Amnesty International, то есть узник совести, то есть это как бы близко к политзаключенному, который в большинстве случаев используется коллегами, не совсем релевантно, то есть сейчас базовые права человека, как например банальное право на жизнь, которое регулярно нарушается нашей властью, оно имеет право быть, и оно должно быть утверждено человеком, и как он его утверждает, это уже выяснять надо, наверное, будет позже, какой-то в рамках демократической системы, но это часть тех естественных прав, которые есть у человека, которые легли в основании, в том числе всеобщей декларации прав человека, которые тоже не стоит об этом говорить, то есть тут можно по пунктам очень долго перечислять, я вот буквально на днях простудировал лишний раз этот документ, и абсолютно практически все права, которые перечислены в этих нормативных международных документах, они нарушаются системно, целенаправленно, причем дискриминационным признаком в данном случае выступают непосредственно взгляды человека, а именно оппозиция, действующая власть, вне зависимости уже от каких-то оппозиционер, националист, либерал и так далее, то есть, вот, и поэтому нового мы предлагаем только то, что смотреть на ситуацию в Беларуси, мы не предлагаем, вот наши коллеги говорят, что там и другие страны этим руководствуются, и в России, там еще где-то возможно даже в Европе, мы не как бы замахиваемся на подобные вещи, мы просто говорим, что в Беларуси сейчас наступил правовой коллапс, Беларусь сейчас просто идет по разным трактовкам, кто как называют, то там геноцид, то еще что-то, то есть просто ужасающие вещи происходят системно, и это есть куча подтверждений, исходя из своего опыта работы, я могу тоже куча вариантов привести, и именно исходя из этого, мы говорим, что для Беларуси сейчас надо немного иная трактовка этих критериев признания политзаключенным, хотя как минимум, имеет право защищать свою жизнь, здоровье, здоровье своих близких. И уже исходя из этого, получаются наши списки, включая в себе и тех людей, которые позволили себе такую вольность, как попытаться противостоять насилию, жестокости и пыткам, убийству со стороны нелегитимной, замечу, власти, которая не признана никем в мире. Спасибо. Больше. Спасибо, Вячеслав. То есть резюмеры, насколько я понимаю, вот это разница, грубо говоря, между числами 900 и 2400, насколько я помню, у вас был последний показатель, это получается полторы тысячи случаев, когда объединение сходится с того, что задержанный применял силу и основной противоречий это вопрос применения силы, то есть применял ли человек силу при задержании или до этого. Или еще какая-то разница в этих полторы тысячах? Вообще да, но там у нас чуть меньше 1200 именно тех, кто в заключении, там полный список включает и тех уже, кто освободился и так далее. И важно понимать, что мы говорим, он не является стабильным неким, то есть тут нету речи о том, что, пожалуйста, признайте, вот еще 200. Тут речь идет о том, что это лишь те люди, с которыми мы имеем возможность работать, с которыми мы имеем фатологию, по заявлению непосредственно репрессивной власти. В стране заведено 4691, по-моему, уголовное дело в связи с протестами. То есть власть сама заявляет о политической составляющей в рамках этих уголовных дел. В данном случае мы имеем намного меньшую цифру и это, безусловно, фактор того, что мы работаем в ужасающих ситуациях, когда уже за само волонтерство человека могут подвергнуть уголовному преследованию, когда он просто там носит тюрьму передачи. Вот. И важный момент, что на самом деле противоречие основное в этом, да, но там тоже есть свои нюансы, потому что как бы нюансы не у нас, да, у нас намного проще, но вот у меня есть там ряд список дел, которые тоже, если будет время, можно было бы обсудить, почему так, а не эдак, например, трактуют это мои коллеги. спасибо. Спасибо. Таким образом, я думаю, да, Олег, сейчас будет возможность обязательно проагировать, потому что, мне кажется, мы сейчас чуть-чуть разобрались с тем, значит, как есть сейчас, как и есть методология, чуть яснее, как бы, что предлагается, кем хочется изменить, и в связи с этим давайте обсудим, собственно, второго вопроса. Вот представим себе, что это расширение, или, точнее уже сказать, никак поформулировали не расширение критериев, а, скажем так, апдейт трактовки критериев всех же самых. Представим, что это произошло, этот апдейт принят, и, значит, по этим апдейтам этой трактовке признается большее число детей предотвращенным. Давайте разберемся, какие это в себе несет преимущества и какие несет угрозы. То есть, если так случится, что станет лучше, что станет хуже? И, мне кажется, это, может быть, чуть больше объяснит, почему, собственно, есть и предложение это сделать, и почему, собственно, пока не принято. Давайте тогда в том же порядке, как мы начинали. Олег, как мы выяснили, Олег Николаевич, вы батюшки. Поехали, Николаевич, прошу. Но я хотел для того, чтобы чуть более предметно можно было дальше говорить, я хотел задать вопрос о том, ну вот, звучит, нужно расширить, нужно изменить подходы, а потому что другая ситуация. Ситуация, да, ситуация ухудшилась, и все эти нарушения, которые коллега перечислил, они, безусловно, есть, и эта ситуация действительно достаточно адекватно очерчена, но только почему от этого необходимо менять что-то с критерием? Вот это не очень понятно. Вот ситуация, да, она изменилась, но значит ли это, что должны измениться критерии подхода к их применению? Потому что раз есть вопрос, должен быть ответ, да, поэтому, Вячеслав, да. Только на мемородове. измениться? Извините, То есть, почему должны измениться? Потому что это очень просто, потому что если раньше человек, попадая в тюрьму даже по политическим мотивам там или по каким-то другим, мог рассчитывать, что худо-бедно его там даже непризнанного вряд ли убьют, вряд ли изнасилуют дубинкой, вряд ли там произойдет еще что-то ужасающее, там посадят его мать, еще что-то сделают, то сейчас он на такое рассчитывать не может. Сейчас власть проводит откровенно садистские практики, они уже возвели это в норму, то есть мы все эти видео видим. У нас, понимаете, очень много материалов, с которыми мы делаем, работаем, они путем просмотра вот этих извиняющихся видео, что в принципе пугающие, то есть и в данном случае человек логично, вот вспомним Дадила Зельцера, то есть он понимает, что возможно ему сейчас грозит не просто заключение, признанный, непризнанный, а ему как бы грозит весь перечень ужасающих вещей средневекового формата. И исходя из этого, то есть имеет или не имеет он права защищать свои базовые естественные права, данные ему от рождения, вот это встает уже вопрос. И мы безусловно за то, что ну да, безусловно, то есть каждый человек сейчас, которому стучатся в дверь, влетают там в окна или бегут за ним по улице, напомню, без опознавательных знаков, без представления, с избиением, с пытками, то есть он знает, что с ним будет происходить, он видел кадры, например, как расстреливают людей на площадях, и он логично допускает, что это, скорее всего, тоже может ждать его. То есть и вот в данном случае, как бы, действия, которые он предпонимает, мы не готовы на себя брать ответственность и говорить ему, что он не имеет права защищать свою жизнь, здоровье, здоровье, жизнь своих близких, а уже при нормальной власти, то есть избранной народом, мы уже будем разбираться, насколько адекватно он это признал, но пока он, например, находится в заключении, все-таки из принципа гуманизма, мы, мои коллеги, хотели бы, чтобы этот человек получил должное обеспечение гуманитарной помощью, медицинской, чтобы ему писали, чтобы ему посылали посылки, деньги ложили на товарку и прочие вещи, базовые, которые статус полицека в том числе дает, об этом можем поговорить позже. Хорошо, с позицией понятно, то есть мы, по сути, говорим про то, что Беларусь, если очень обобщать из-за взряда просто гуманитарных страны, диктатуры, перешла в статус совсем неконтролируемого насилия, ну а дальше, если на войне все средства хороши, когда люди защищаются условно от полиции или от того, что сейчас представляют беларусские силовики, понятно, они допускают разности, окей, с этим тогда понятно. Олег Николаевич, возвращаемся к тесту, представим, что так фрактовку расширили, так и есть. Какие получились преимущества, какие угрозы? мне немножко не нравится подход, скажем, мы же признаем не только для последствий, да, вот что принципиально важно сказать, что признание полиции заключенными, оно не для того, чтобы, то есть первичный его смысл не в том, чтобы от этого дальше какие-то процедуры, вернее, чтобы как-то лучше вам как-то лучше сказать, чтобы этот человек попал под какие-то дополнительные пряники. Признание полиции заключенным это в первую очередь характеристика этой ситуации. И в этом смысле вопрос с применением насилия, он достаточно принципиальный, недостаточно, а очень принципиальный, и все упирается опять же в пределы необходимой обороны, в логику необходимой обороны. Можно здесь, конечно же, дискутировать и нужно дискутировать, и эта дискуссия у нас происходит, когда когда мы принимаем, когда мы эти вопросы обсуждаем, и тут еще лирическое отступление, конечно, правозащитником может быть каждый, никто не никто не имеет какого-то какого-то удостоверения, выданного высшим правозащитникам. Правозащитники это, конечно же, люди, которые решили защищать права человека. Но это правозащитники в принципе. Но когда мы говорим о признании полицеприченными, то у нас сложилась коалиция организаций, которые действительно присоединились, разделяют ценности этих принципов, этих критериев, согласны, понимают эту логику, продемонстрировали свой профессионализм в процессе работы с этой темой. И вот таким образом за долгий период, скажем, сложилась коалиция, которая признает. И в нее кто-то добавляется, кто-то не добавляется. Это процесс живой и естественный. В том числе, очевидно, те организации, те люди, которые согласны с такими подходами, вот они и в эту коалицию собираются. Что произойдет? Произойдет, на мой взгляд, может произойти. То, что, если мы продемонстрируем, что мы к правозащитникам относим, мы к политзаключенным относим, вернее, решение политзаключенности принимаем без должного анализа, без скрупулезного учета обстоятельств. если мы начнем применять не только презумпцию невиновности в отношении людей, которых обвиняют, но презумпцию виновности в отношении государства и преследователей, то есть, если мы начнем действовать исходя из таких презумпций, то это существенно подорвет доверие к тому признанию, к самому статусу правозащитника и к тому признанию, которое делается этой группой правозащитников. Потому что политзаключенный это не юридический статус, это не какая-то законодательно установленная рамка, это понятие, которое либо уважают, либо не уважают. И оно работает или не работает, именно исходя из этих критерий. Потерять авторитет можно, размыть смыслы несложно, завоевывать это обратно достаточно непросто. Поэтому я боюсь, что, во-первых, я не вижу смысла в изменении, поскольку процедура работающая и сам контекст правильный. Пока спор идет только предложения звучат о том, что надо признать шире, но мы с таким принципиально не согласны. А само по себе расширение может убить. И смысл другой. И как только мы смешаем это вместе, как только мы уйдем от этого содержания, мы рискуем тем, что вообще в принципе это будет работать или не будет работать, или будет работать в кухне. Ну, а то, что касается отоваривания, которое как-то связано с этим принципом, так помогать людям нужно, действительно нужно, и это очень важно. И эта помощь не связана, на мой взгляд, непосредственно с статусом правозащитника, извините, политзаключенных. Эта помощь, в этой помощи нуждаются люди, которые пострадали по политическим мотивам, их там очень много, этот список гораздо шире, любые люди, которые находятся под пытками и так дальше, это работа, это задача привлечения внимания к проблеме, которая гораздо шире и больше, чем только политзаключенных. То есть решать таким образом проблему обеспечению каких-то людей дополнительными большим вниманием и большей помощью, на мой взгляд, ну, это неправильный путь. Спасибо. Поскольку последнее время говорили Олег, который Николаевич и Вячеслав, Олег Глак может дать слово. Олег Агеев, прошу прощения, с двух Олегов сегодня запутан. Было жестоко пригласить всех рады. Хорошо, Олег, который Агеев, что по этому поводу, есть еще что-то добавить, какие, может быть, есть какие-то и еще угрозы, а может быть, есть и преимущества от того, что список заключенных расширится и будет приниматься по апдейтной процедуре. Здесь, наверное, нужно, я бы на две части, как Вадим правильно сказал, разделил бы те предложения, которые мы сегодня слышим о необходимости изменения подхода к определению политзаключенной. Для меня лично безусловным плюсом является универсальность этого подхода, который применяется во многих странах, где есть политически мотивированное преследование, где есть люди, находящиеся в местах неслободы по целому ряду критериев, которые позволяют их отнести политзаключенным, и когда все понимают, что кроется за этим термином. Если изменение этого критерия может повлечь, что люди будут руководствоваться одним и тем же термином, вкладывая в него разный смысл. Мне кажется, что это вполне себе серьезная угроза, когда утратится общее понимание того, что стоит за тем или иным словом. Относительно тех изменений, которые предлагается вносить в критерии. Из того, что мне понятно на сайте Dissident.by, те предложения и то несогласие, которое есть в существующем руководстве, это в первую очередь касается требования в руководящих принципах о том, что не может быть признано лицо политзаключенным, если этим лицом были совершены какие-либо насильственные действия. И это не абсолютное правило, там есть в нашем руководстве исключение из этого правила, когда, как говорил Олег Гулак, можно ставить вопрос о необходимой обороне, либо о последующем заведомо чрезмерном наказании. Так вот, для того, чтобы исключить вот этот термин, как правило, проходит существенное время, и лицо, которое действительно обвиняется, которому вину какие-либо насильственные действия, на самом деле оно может быть признано политзаключенным. Если будет в ходе мониторинга процесса, в ходе той информации очень скудной зачастую по политически мотивированным процессам, которую получит правозащитное сообщество, то скорее упрек в сроках рассмотрения и наделения человеком статуса политзаключенным. Но я думаю, что те формулировки, которые есть в руководящих принципах, они являются достаточно серьезными, и лично я не готов от них отказываться. Я полагаю, что действительно, если лицо совершает насильственные действия, то надо намного внимательнее следить с этим процессом. Если оно обвиняется в совершении насильственных действий, а этот процесс зачастую требует времени. Поэтому здесь мой подход, наверное, скорее с пониманием относится, что не все сразу могут быть признаны политзаключенным. По некоторым лицам тоже надо отметить, что требования правозащитного сообщества по большинству политзаключенных, они содержат требования немедленного и безусловного освобождения. Но по некоторым лицам правозащитное сообщество требует не немедленного освобождения, а пересмотра дел с соблюдением стандартов справедливого судебного процесса. Это тоже важно учитывать вот такое существенное отличие в статусе политзаключенного, потому что они действительно могут быть признаны по двум категориям, либо с требованием немедленного освобождения, либо с требованием пересмотра дела. И вот повторюсь, наверное, что отказываться от недопустимости насильственных действий рано, и я предлагаю это сохранить и мониторить процессы серьезнее, а если по каким-то кейсам есть предложение действительно и есть обоснованность подхода в необходимости признания политзаключенным, то его можно выносить на рассмотрение, но вполне жизнеспособен такой подход. Спасибо. Да, вот сейчас Олег вспомнил про те случаи, когда требуют освобождения пересмотра, и я вспомнил, да, что есть такие сложные истории, которые вот даже сегодняшние наши модераторы с Антоном расходились мнения по поводу истории было сколько уже лет назад, когда ребята бросали ночью кремол, то в двери то ли сюда, то ли СИЗО, им надо дать за эти 7 лет. И когда, с одной стороны, да, очевидно, что 7 лет за саженную дверь это совершенно неадекватный приговор, с другой стороны, это была дискуссия о том вообще, насколько хорошая идея бросать кремол, что он тебе просто не нравится, потому что он плохой. Это точно этот способ. В общем, да, прямо скажем, бывают очень сложные и однозначные ситуации. Хорошо, тогда Вячеслав, тогда слово сказать по словам, какие будут, какие, может быть, вы можете тоже видеть какие-то и угрозы в тех предложениях, что вы предлагаете, ну и какие конкретно будут преимущества, если так все-таки критерии расширить, то есть, ну, собственно, помимо того, что, да, получить статус полисклющенного и, грубо говоря, помимо того, что фотографии этих людей появятся на всем известных сайтах, и им-то может быть, вычаще слать письма и класть деньги на отварку. Какие еще конкретно преимущества такого апдейта и методологии есть? Спасибо. Ну, я начну так просто с небольшого комментария, поскольку я что-то один как бы со своей позиции, я немножко там буду, наверное, больше времени занимать. Во-первых, никто не говорит, что коалиция правозащитников определенная, хорошо, что вы сами это проговорили, это просто часть правозащитного сообщества, объединенная в какую-то коалицию, которая разделяет там ценности выбранные и так далее. Она плохо работала или плохо работает, то есть, честь и хвала вашей работе, вашему опыту и так далее. То есть, просто есть определенные моменты, с которыми мы не согласны, то есть, никто не говорит, что такой правозащитный подход, не может вместо быть и так далее. То есть, лично я вообще считаю, что конфликт в любых вопросах в обществе, в демократическом, это абсолютно адекватно. То есть, не может быть некой стабильности, не может быть некой такой, в том числе, какой-то, наверное, универсальности для всех, потому что это признак стагнации. Обычно, возможно, это часть нашего травматического опыта от жизни в Беларуси, где стабильность является главной ценностью. То есть, конфликтная ситуация, она вызывает развитие. Это важно понимать, как мы на это смотрим, в том числе. Вот тут была небольшая шпилька в сторону того, что мы, возможно, недостаточно глубоко что-то анализируем и так далее. Ну, на самом деле, просто мы тут не рассматриваем сейчас этот вопрос. Я сейчас не буду занимать эфир и рассказывать про то, как мы разбираемся с какими кейсами, по каким принципам и так далее. То есть, я готов вступить с коллегами в эту дискуссию, там, отдельно и так далее. В кулуарах, так говоря. Вот. Касательно кропотливого анализа, я тут же возвращаю эту шпильку. То, что, например, мы читаем, в том числе, заявления весны, мы читаем заявления различных других прозрачных организаций, и там часто фигурирует, что исходя из видео, например, которые сняты на пропагандистских каналах. То есть, многие часто решения основываются, вот прям я цитирую, если доверять видео на пропагандистском канале. То есть, вопрос, насколько такой является анализ очень глубоким и обстоятельным, то есть, тут уже как бы на суд всех присутствующих. То есть, вот. Касательно вот этого момента, который про статус политзаключенного, и то, что тут главным вопросом мои коллеги почему-то видят авторитет этого статуса, каких-то организаций, возможно, и подходов. Лично меня это в чем-то даже ужасает, не побудусь этого слова, потому что прежде всего, конечно, я думаю о тех людях, которые по сути являются для международного сообщества и для сообщества, ну, для беларусов всех преступниками или непреступниками. То есть, в данном случае человек, лишенный статуса, это уголовник, но где-то что-то у него там политическое было. Может быть, может быть, нет. Это, возможно, самое важное, да. То есть, вот это вот, мне кажется, обесценивание в какой-то степени, вот эта отоварка через статус, это не совсем правильно. Это одна из частей, которая непосредственно является, да, там, статусом политзека, да. Но это лишь одна часть. Самое главное – это все-таки доброе имя человека. В конце концов, он делал какие-то действия, да, там, или защищал себя, он делал во имя, там, защиты, свободы, демократии или еще чего-то, или он просто вот поймал кураж и увидел, что что-то горит, пойду я что-то поджигать, там, убивать людей и так далее. Важно еще исходить из никакого-то вакуумного, такого непонятного абстрактного процесса, а все-таки реалии Беларуси. Никто не убивал, там, не избивал прям милицию. В таких случаях не особо дезодокументировано. Большинство подобных столкновений и так далее. У нас нет ни одного приговора, ни одного дела с тем, чтобы рассматривался хотя бы в суде, то есть такой приговор, как, там, превышение самообороны, там, какая-то допустимая самооборона. Любое такое уголовное дело, так, то есть исключительно с точки зрения нападения на сотрудника милиции, совершения хулиганских действий, то есть это уже огромная, большая политизация, нарушение, там, базовых прав человека, базовых, прошу, на жизнь, на свободу и на здоровье. Вот. Важный момент еще. Это то, что статус политзаключенного, он, он, в принципе, человека делает видимым, да, то есть человек, если что-то делает, он, он, как бы, видим для сообщества, то, о чем я говорил. То есть это снова-таки доброе имя. И еще один очень важный момент, это то, что тут постоянно фигурирует у коллег слово насилие. Насилие, это не проколоть где-то шины в машине. Насилие, это не там даже сжечь какую-то дверь, то есть это все из гуманистических принципов, да, то есть мы все-таки все правозащитники, трактуем не на, скажем, депрессивной, в пользу депрессивного государства, да, то есть это скорее как повреждение имущества, то есть случаев, когда там прямо было применено какое-то насилие целенаправленное и так далее, ну, они практически неизвестны, зато насилие со стороны силовых структур, это стало уже нормативностью для нас. То есть и поэтому вот это важный момент, который говорил, надо учитывать, да, потому что если кто-то, например, в каком-то деле фигурирует там, там, запенили машину, проткнули шины, важно понимать, что это ненасильственное действие. То есть это там человек что-то себе придумал, что он политически свои взгляды, и это подтверждается, например, преамбулы обвинения, да, он таким образом там что-то выражал, хотел, может, этого там следователя прокурора восстановить, чтобы он там не поехал, там кого-то еще не осудил, вот это его видение. Я не способен, я не судья демократический, чтобы его там за это осуждать, не осуждать. Но я точно знаю, что это ненасильственное действие, и абсолютно все, даже те, кто, коктейли Молотова какие-то там мешали, фигуранты уголовных дел, дело Золотарева, я вам помяну тут сейчас, это очень важно, да, абсолютно все, часть фигурантов этого дела так и не признаны весной, говорят, что они не хотели повреждать людям, не хотели вредить людям, то есть максимум их, которые они ставили планку, это там повреждение какого-то имущества символически, какие-то акты там уничтожения какой-то собственности, что в принципе это абсолютно не является там не особо тяжким преступлением, за что они потом подвергаются пыткам и так далее, и так далее понарастающим. Но вот это важный момент, вот слово насилие, мне кажется, использовать как общую норму для всех подобных дел, это довольно спекулятивная практика, я бы этого не делал. Вот, и снова-таки, рано отказываться, или это уже вот Кагееву Олегу, рано или нет отказываться от подобных вещей. Исходя из того, что на моих глазах, да, я видел это вот, как по видео убивали людей, я видел интервью, я слушал людей, которых там насилуют, которых там ставят на кольцо, ну то есть вот весь этот ужас, который даже не стоит озвучивать, наверное, это будет популизмом. Я не могу сказать, что вот человеку, которому пришли и которому все это грозит, который находится сейчас в Беларуси, рано ему это делать или нет. Я себе такого позволить не могу. Мне лично кажется, что как правозащитники мы должны смотреть на те моменты, где права человека нарушаются, а не вот таким вот образом, как бы косвенно пытаться диктовать ему, каким образом ему там реализовывать свои политические взгляды, защищать себя, не защищать. То есть это выбор общества, выбор человека. Мы видим, что если по политическому признаку человека, да, там на видео его заставляют, там видно, человек избитый, его заставляют сказать, я там ошибся взглядами, да. Ну это же, ну тут как бы даже нечего, мне не о чем говорить, в принципе, да. То есть если власть в преамбуле обвинения пишет, исходя из политических мотивов сделал то-то, то-то, его за это же подвергают пыткам, его за это же лишают там адвокат подпиской о невыезде, там уничтожается корреспонденция, которая тоже является правом человека, да, там какая-то переписка, корреспонденция, то есть целые все, все практически права, которые перечислены во всемирную декларацию, да, то есть нарушаются, и это все по политическим мотивам, то есть я готов бороться, например, с последствиями, да, с нарушением этих прав, а говорить, как он что должен делать, наверное, это должны делать политики, какие-то партии, лидеры, нации и прочие вещи, то есть вот как-то я думаю, так, спасибо. Да, Вячеслав, спасибо, я, кстати, еще напомню, что я вижу у нас сегодня замечательный состав участников в Zoom, здесь много людей напрямую связанных с правозащитой, и, как я вижу, по комментариям в части тоже с разными позициями, поэтому я попрошу всех тех, кто хочет принять участие в дискуссии, вы в Zoom используете кнопку поднятия руки, и тогда Антон, сидя за компьютером, все это обязательно увидит, и позже сможем дать вам слово, чтобы тоже приняли участие в дискуссии, потому что, напоминаю, экспертный клуб, традиция у нас, не то, что спикеры и зрители, у нас, только основные спикеры, часто наши гости и сами, есть что добавить очень сильно. Давайте тогда, может быть, мы сейчас просто много говорили о этой теории, давайте посмотрим, а поднял, вот страшно, как поднять руку, можно просто написать в чате, Александр, мы это уже заметили, чтобы поднять руку, есть в опциях зума действия, там, в действии можно поднять руку. Давайте рассмотрим вот конкретные случаи, которые, мне кажется, действительно неоднозначные, у меня принят однозначное осуждение, мне будет интересно услышать, кто что думает из наших основных спикеров. Вадим, я прошу прощения, очень просится короткий комментарий еще, можно? Да, хорошо, сейчас я думаю, давай озвучу тезис, как раз с комментариями начнем. Значит, история, я хорошо помню видео, это было, по-моему, самые первые дни августа после выборов, и было, по-моему, в Минске на Притысково, там, где, значит, кордон силовиков пытается задержать автомобиль, а, значит, водитель автомобиля, примерно, понимая, что будет, если его задержат, дает показам, сбивает несколько силовиков, приезжает через их ряды, уезжает. Насколько, опять же, я, к сожалению, вот мои коллеги гораздо подробнее меня помнят историю, потому что, насколько я помню, этого человека даже в итоге там задержали, он пытался скрыть эту машину, утопить, какая-то такая была история, и, опять же, я не знаю подробностей, но я сильно подозреваю, когда его задержали, наверное, все силовики, которые поняли, что, ага, вот это ты тот самый, который, как бы, наших ребятных избивал, а, боюсь, к сожалению, они с ним обращались совсем не так, как подобает по закону, вот, что делается в этой ситуации статусом этого человека. С одной стороны, здесь, как бы, да, прямо как мы говорили, есть очевидная угроза, он прямо из окна своей машины видел тех, кого задерживали, потаскивали или сбивали, вроде бы защита. С другой стороны, в процессе отъезда он сбивает несколько человек, там, может быть, и травма, и смерть, понятно, когда ты просто в машине давишь на газ перед себя, люди, ты совершенно не представляешь, как именно там, что с ними случится в этот момент. Что я делал в такой ситуации? Я, опять же, я не знаю, я не помню эту фамилию, не знаю, признан в полизаключенном или нет, но, если говорить в теории, вот в такой ситуации, что делать? Признавать ли человек полизаключенным или нет? И, как, в принципе, в таком случае, потому что, да, конечно, тут никто из нас не демократические судьи, и хоть у нас не может, наверное, там, не судья, как определять пределы его самообороны, но, в конечном счете, как-то приходится это определять, чтобы понять, где эти пределы находятся. Давай тогда тоже в том же порядке, раз вот Олег ГУЛАГ хотел и добавить что-то, и дальше в том же порядке мы тоже про этот кейс порассуждаем, как, исходя из того, как вам кажется ближе подходы, признавать или не признавать полизаключенных? Я хотел сказать в развитии того, что говорил Вячеслав, я хотел сказать, что по поводу насилия действительно вопрос непростой, и в критериях наших он прописан. что мы считаем насилием и что мы насилием не считаем, есть эти, эта категория как раз описана, и повреждение имущества, если это серьезное повреждение, оно, как правило, будет относиться тоже к категории насилия, кроме тех случаев, когда это повреждение символичное. Например, конечно, там какое-нибудь уничтожение какой-то символики, хоть это материальные носители, это может быть действительно выражением мнения. А вот уничтожение имущества чьего-то как инструмент давления – это не выражение мнения, и это не может признаваться таким, соответственно, оправданным применением методов. Например, в конкретных случаях, конечно, это будут детали, но с ними надо разбираться, но логика вот такая. Поэтому можно с ней соглашаться, можно не соглашаться, я говорю, из чего мы исходим. И эта логика не только наша, эта логика основана на практике международных опытов. А что касается, мне кажется, прозвучало вот такой тезис, он как бы не назывался, но смысл такой, что вот если мы не признаем политзаключенным, то мы как бы и в принципе таких людей как бы оправдываем даже то, что с ними происходит или отказываем им в какой-то защите. Так нет, действительно, все то, что происходит, мы точно так же называем. Если в отношении людей происходят такие ужасы и с условиями содержания, и с судами, и с пытками, и с задержаниями, все такое мы так и называем. И все меры, которые мы применяем в таких ситуациях, мы также к ним применяем, но просто мы их не называем политзаключенным. Все. Мы никоим образом не говорим, что нет проблем. Проблема, отражение проблемы для отражения проблем. Существует еще много других инструментов. Политзаключенный – это не единственный инструмент и не самый главный. Вот, поэтому важно, это как, знаете, дискуссия о смертной казни часто доходит до того, что если вы против смертной казни, ну так вы типа даже оправдываете эти преступления. Нет, между разным спектром, большой спектром наказаний и мер воздействия существует, кроме вот таком. Да, так и здесь. Спектр широкий. Проблем много. Признание политзаключенным – один из инструментов. И он, да, применяется очень в том-то и смысл, что это самая серьезная проблема или одна из самых серьезных проблем и, соответственно, к ней серьезное отношение. А то, что касается этого парня на машине, насколько я понимаю, таких было кейсов несколько. И я сейчас боюсь ошибиться, но какой-то из них мы разбирали и признавали такого человека парня заключенным именно потому, что весь характер действий свидетельствовал о том, что он просто пытался скрыться, в смысле вырваться оттуда, от этих сотрудников, которые были на самом деле совершали сами преступления. Он от них пытался скрыться, ехал медленно, никому там никаких серьезных повреждений не нанес. И поэтому это не было насилием, которое, это как раз укладывалось в ту допустимую оборону и не было, ну, не посчитали мы, что это насилие, которое недопустимо. То есть это вот в такой категории не относилось. Спасибо. И Олег Агеев, есть ли что добавить? Тоже вот и по этой ситуации в целом. Да, спасибо. Действительно, вот прозвучало я абсолютно согласен с тем, что критерий политзаключенной, признание политзаключенным – это один из инструментов попытки защитить нарушенные права людей, чьи права нарушаются. И жертва пыток – это тоже категория, за которую борется все правозащитное сообщество. Требования расследования, требования привлечения виновных за пытки к ответственности – это то, что практически в ежедневном пакете белорусских правозащитных организаций применительно к требованиям к белорусскому режиму. Если говорить про сам по себе фактор нарушения прав человека, только если он обсуждается, то только этого фактора недостаточно для признания человека политзаключенным. Как бы это ни звучало, очень не хочется быть неправильно принятым и чтобы мои слова трактовались как попытка отказать людям в защите нарушенных прав. Для того, чтобы признать политзаключенным, действительно надо, чтобы целый ряд факторов совпал. И в первую очередь это на момент признания, чтобы человек находился в местах несвободы, и чтобы преследование было по политически мотивированным критериям. Все это описано, и все это каждый раз анализируется. И вот исходя из тех, из того руководства, из тех процедур, которые сложились, я думаю, что вот Вадим, тот пример, который вы приводили, он действительно подпадает под политзаключенного в том случае, если он будет задержан, и если только за это его будут преследовать. Сам по себе факт того, что было очень популярным на это видео, действительно с попыткой избежать и повреждения собственной машины, и задержания, как там было понятно. Вот тот пример показывает, что в данном случае человек может и должен быть отнесен к политзаключенным в том случае, если он будет задержан, и будет находиться в местах несвободы, и будет преследоваться именно за это. Все другие обвинения, которые ему могут быть выдвинуты, например, там, не знаю, уклонение доплаты элементов, либо какие-то другие совершенные преступления, там, не знаю, контрабанда наркотиков через границу, она будет требовать от нас, чтобы мы более скрупулезно изучали, насколько его преследование этого человека в данном контексте будет политически мотивировано, потому что критерии политически мотивированного преследования – это то, что нужно изучать в каждом кейсе, и без подтверждения, и без согласия сложно говорить о том, что вот всех подряд можно относить к категории политзаключенных только потому, что он действительно борется с режимом, и он в настоящее время находится в местах несвободы. Вот только такого подхода крайне мало для отнесения человека к политическим заключенным. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Олег. И, Вячеслав Вячеслав, да, еще когда я говорил, стал общаться, что помнить подробнее этот кейс, фамилию, обстоятельства, тогда, может быть, тоже подробнее про это еще сможешь поговорить. Тихо Носипов, да, и он признан. То есть он признан моими коллегами, как политзаключенный, и поэтому этот кейс, мне кажется, в принципе, не таким, скажем, злободневным именно касательно нашей сегодняшней тут дискуссии, я бы перевел фокус, например, к таким делам, как дела в Туховиче, где, собственно, вот эта шпилька, я ее так немножко продолжу протянуть в это свое высказывание, да, где заключение правозащитной коалиции, моих коллег, базируется на роликах, которые сняты пропагандистскими каналами, они, в принципе, в заключении так и названы, где часть людей признана, а другая часть не признана, исходя из роликов на пропагандистских каналах. Вот это касательно скрупулезности, не того, как это может быть быстро и так далее. То есть, снова-таки, в данном случае это вот какой-то процесс, ну, честно, мне непонятные решения, и таких кейсов, если честно, у меня много, я даже просто не буду ими грузить. Вот лишь один момент хотел уточнить, вот по поводу политзаключенного и того, что это там один из каких-то моментов, один из, ну, да, безусловно, но это очень важный момент, и когда вы говорите, что мы там то же самое указываем, то же самое делаем, ну, коллеги, каждый раз, когда я открываю новостную ленту, я вижу цифру там, сегодня в Республике Беларусь официально признана, да, то есть, 100, там, 970 человек, ну, у меня вопросы ко всей этой фразе, да, сначала, начиная от того, что это официально признанно, то есть, ну, где такой официоз? Я всегда у всех спрашиваю, где покажите мне тот Хогвартс, который выпускает правозащитников, который исключительно в рамках Беларуси выносит такой вердикт, да, и далее вот эта цифра, да, то есть, во всех новостных каналах, то есть, люди видят эту цифру, с ней, с этой цифрой выходят на манифестации, про эту цифру говорят политики международные, да, там, заявляют на весь мир, именно эта цифра, то есть, те люди, которые в эту цифру не входят, они, их просто нету получается, то есть, они просто сидят в белорусских тюрьмах, где-то, возможно, в каком-то сайте про них там что-то написано, что, как я уже говорил, что-то у них там связано было с политикой, но, по сути, это просто уголовники, и вот это нас категорически не устраивает, ну, то есть, если раньше разговор, да, вот шел, это еще возвращаясь, да, там, комментарий, по-моему, Алика Гулака, что там можно предложения какие-то выносить, можно там в коалицию и так далее, то есть, если раньше ситуация позволяла, да, когда официально, да, признанно было там один человек, а на самом деле их тоже там счет пять, если раньше мы очень долго пытались вот биться головой в эту стену и говорили, пожалуйста, признайте, то сейчас просто у нас уже немножко другого рода идет взаимодействие, мы уже сами, скажем, обросли всем этим, мы сами это уже делаем на постоянное, и риторика сейчас другая, сейчас они просто признаны, но теперь они признаны как бы другой коалиции, да, то есть, сейчас вот уже есть другая часть правозащитного сообщества, очень уважаемые люди, с которыми мы очень много проводили работы и по поводу заявления нашего, которые мы публиковали, и это просто цитанический труд, который происходит по поводу помощи этой и всего того, что мы как бы делаем, и это вот как бы мы считаем иначе уже, и они признаны, и сейчас просто, наверное, ну, суд нашей дискуссии в том, что насколько мы как бы договоримся о этих подходах, продолжим, а мы, безусловно, продолжим взаимодействовать и сотрудничать, как бы, и чтобы это было перспективно, и самое главное, чтобы это помогало людям, и одна из самых наших главных задач, я постоянно буду это повторять, сделать людей виденными, показать, что они не уголовники, то есть, и не пытаться, как некая политическая сила, указывать им просто какие-то, вот, коридор возможностей в рамках своих каких-то действий, есть права, их нарушают, у человека за политику пытают, ну, это очевидно, политзаключенный, которого, если за политику, к нему применяют определенные вещи, определенные меры, вот, поэтому, вот, как-то так, наверное. Спасибо. Буквально, один очень коротенький, она очень короткая ремарка. Это немножко неправильный, на мой взгляд, тезис, что признание политзаключенным как-то должно восстанавливать доброе имя, я напомню, что для всех, как бы, вменяемых нормальных людей, и на Западе в том числе, и в нашей стране в том числе, сам факт обвинения и даже ареста никоим образом еще не свидетельствует о том, что человек преступный. Его так нельзя называть, не называть, не употреблять в таком контексте, потому что это нарушение презумпции невиновности. То есть, пока человек не осужден, он, в принципе, не является преступником, неважно даже, в чем его обвиняют. Это принципиально важно. А то, что касается, что признание политзаключенным, либо непризнание, оно как-то навязывает человеку, в какой форме защищать свои права и вообще действовать, ну, так это, опять же, ну, некоторая подмена понятий, поскольку человек имеет право распоряжаться своими правами, мы из этого свято исходим. Вот. И, конечно, никоим образом не навязываем, хотя, например, я напомню, там, мы призывали накануне массовых акций, накануне выборов, призывали всех участников этого процесса к мирным действиям, воздерживаться от насилия. Я к этому призываю и сейчас, и это, как бы, тоже имею на это право. Вот. И... Но при этом каждый действует так, как он считает нужным. Если он что-то нарушает, у него за это есть ответственность, и, в том числе, как бы общество имеет право к нему относиться определенным образом. Поэтому рассматривать это, как кем-то правозащитники руководят вообще из знания или непризнания политзаключенными, но это немножко также, на мой взгляд, натянутый подход. Спасибо. Да, Олег, спасибо. Давайте, чтобы у нас будем разбавлять нашу дискуссию, чтобы мы говорили не только мы ее в четвером, я там представлял. Антон, я так понимаю, у нас есть поднятые руки среди других участников, так? Да, все так. Пожалуйста, я бы хотел слово передать Анаис Марин. Анаис, пожалуйста, включайтесь. Алло, алло. Не слышно и не видно пока что вас. Анаис, тогда давайте тогда, пока вы настраиваетесь, есть еще рука от Ольги Зазулинской из «Страны для жизни». Ольга, пожалуйста. Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Еще, если вы включите камеру, будет еще видно. Да, вот, отлично. Супер. Всех добрый вечер. Значит, интересно было послушать. У меня вопрос к Олегу Николаевичу, поскольку реплика была от него. Вы говорите, что признание политзаключенными – это, прежде всего, характеристика ситуации. Тогда давайте посмотрим на это с другой стороны. Сегодня в стране нет волонтеров, которые могут ходить в суды. Адвокатуры находятся под подписками о неразглашениях материала дела и всего, что происходит. Насколько мы можем говорить, что правозащитная коалиция имеет достаточно информации для того, чтобы давать объективную характеристику ситуации? Меня только этот вопрос интересует. Потому что на сегодняшний день мы имеем одно, что есть показания самого обвиняемого, есть сторона защиты, есть обвинение прокурора. Каким образом соединяется вся эта информация для того, чтобы дать объективную характеристику ситуации, которая позволяет в дальнейшем человеку давать статус политзаключенного, либо отказывать ему в этом? Спасибо. Спасибо. Смотрю, будет возможность ответить. Я только от себя добавил, что явно не хватает волонтеров, входив в суды. Некоторые волонтеры правозащитников точно в стране еще есть. У кого-то есть, такие точно есть. Я прекрасно понимаю, почему эти люди стараются не афишировать это. Это более чем понятно. Олег, раз был вопрос, тогда... Хорошо. Вы правильно говорите, что проблем становится больше, информации становится меньше, соответственно, разбираться сложнее. Но, во-первых, вопрос не стоит в так, что кому-то отказывают в признании политзаключенным. Это же не судебный процесс, который должен закончиться решением либо так, либо так. Если недостаточно оснований, если недостаточно информации, этот процесс просто растягивается, относится на более... Ну, растягивается во времени. И всегда, когда новая информация будет получена, к этому вопросу возвращаемся и решаем. Но, на мой взгляд, пока еще возможность собирать информацию есть. Она, тем не менее, этот механизм может работать. Но, на мое личное мнение, даже если такой возможности не будет вообще, это не значит, что автоматически надо признавать людей политзаключенным. Это значит просто, что это будет делать сложней. Подвисает мой интернет. Вас слышно, Олег. Это будет делать сложней, но это не оправдывает. Да, хорошо. Хорошо. Олег, пожалуйста, продолжайте. Да, это значит, что просто будет это делать сложней, но это не меняет смыслов подхода к самому выработке понятий политзаключенного, на мой взгляд. Потому что принципиально важно это не применять презумпции виновности тех, кто... Государство в привлечении к ответственности. И как только мы встанем на этот путь, смысл в признании политзаключенным исчезает как такову. Спасибо. Ну да, получается, если мы исходим с презумпцией виновности государства, тогда нет смысла кого-то признавать политзаключенными, потому что тогда, получается, все политзаключенные. А приори не верим. Да и да, не то чтобы это в русском следствии, которые вызывали сейчас особое доверие, но да, в том следствии просто все были заключенные. Хорошо, давайте сейчас слово еще. Она есть, Марина, я вижу по камере, какие подключилась к нам, поэтому она есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Счасть слышно? Да, 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 слышно. Извините, это было с телефона, не получилось. Рады вас всех видеть. У меня два вопроса. Может быть, это не совсем к теме, но если вам это интересно, пожалуйста, ответьте. Первый. Как вы относитесь к предложению Карамурзы Владимира относительно создания позиции спецпредставителя ОБСЕ по политическим заключенным? То есть он это озвучил, может, еще раньше, но вот точно в Варшаве два месяца назад некоторые из вас были там на этом мероприятии. И я не знаю, насколько это реально. Мы все знаем, какие бывают задержки в ОБСЕ, но как вы это воспринимаете и насколько есть тут надежда с этой пропозицией? А второе, насчет так называемых godparents, то есть крестной отец, крестная матка. Вот когда политики иностранных стран заявляют о том, что они берут за собой ответственность за защиту одного специфического политзаключенного. И насколько, то есть мне это известно в этой инициативе, но на ваш взгляд, насколько это позитивно влияет на, как их трактуют в тюрьме. Потому что очевидно, что, к сожалению, это пока не привело, никакое международное давление не привело к освобождению никого. Но мы в ООН, например, нас волнует то, что если вот человек, у которого есть статус международный, начинает обратить внимание лично на одного политзаключенного, может быть даже и на самом деле репрессиалия для этого человека или для его близких на свободе. И то есть это double-edged sword. Не всегда это идет в пользу, в интерес самого политзаключенного. Какая ваша оценка по этому поводу? Спасибо. Большое спасибо. Она есть. Я вижу, что у Вячеслава были и по прошлому, и по этому вопросу комментарии. Я только как-то, же, наверное, пользуюсь служебным положением. Добавлю, что, пожалуйста, если я буду заключенным, то перед заключенным тоже надо сказать, да, близких, конечно, надо позаботиться и близких страны вывести. А после этого лучше, мне кажется, все-таки публичность и наличие вот таких крестных из политиков даже риск увеличивает. Я еще что за публичность. Говорится, если что, вспомните этот вид. Ну, надеемся, конечно, на лучшее, дотомимся к лучшему. Поэтому, Вячеслав, пожалуйста, были комментарии. Ну, прежде всего, я скажу, что на самом деле отказывают в статусе политзаключенного, потому что, например, они щук обращались. Это вот как раз то видео, про которое уже несколько раз упоминал, когда человека на камеру, очевидно, избитого, после чего узнали, что 4 часа люди подвергались пыткам. Он заявляет по требованию силовиков, что я ошибся в политических взглядах. Несмотря на это, они просто запенили машину, прокололи шину. Это вот как раз один из тех моих примеров. И они неоднократно обращались, им отказали. То есть все-таки отказывают. Но не про это, как говорится. Что я хотел еще сказать. Смотрите, презумпция виновности государства. В принципе, возможно. Но тогда это не политическое заключение. Ведь человека, очевидно, судят несправедливо даже за воровство. Очевидно, его, возможно, пытают, выбивают из него, чтобы он на себя взял какой-то висяк. Мы же это все знаем, как правозащитники. Но важно понимать, что это немножко уже другое. То есть одно дело, когда тебя просто несправедливо судят. То есть это может заниматься часть правозащитного сообщества. Иное дело, когда тебя конкретно осудят за то, что ты там участвовал в протестах, выражал там позицию, что-то репостил, какие-то колеса проколол только потому, что вот в стране сейчас проходит вооруженный захват власти. То есть все-таки политическая мотивация – это политическая мотивация. Вот тут снова я бы так муха тараканов отделил. И к крестным родителям. Замечательный проект, я считаю. Это отлично. Мы начали делать нечто похожее, но мы все-таки ориентируемся более на практическую реализацию всех этих вещей. То есть мы как бы делаем… У нас есть такие хранители. То есть у нас есть человек, мы понимаем, насколько семья находится под давлением политзаключенного. И мы как бы стараемся соединить человека, который может чем-то помочь, материальными средствами подвезти куда-то, помочь починить кран. То есть с теми людьми, которые в этой помощи нуждаются. И они уже тогда общаются, встречаются, пьют чай. То есть это такая практическая помощь, который заключен в долгой перспективе. У нас почти 200 таких человек. И сейчас мы активно сотрудничаем с Либереком в том числе. И одно из наших пожеланий на будущее, это было бы очень классно, что именно соединить вот наш институт вот этих хранителей с институтом крестных родителей. Потому что непосредственно эти хранители, собственно, они имеют наибольший доступ к информации, они знают про судьбу семьи, судьбу политзаключенного. Это даст огромный пласт информации и возможностей для политика какого-то проникнуть в эту ситуацию, выникнуть в эти реалии, а этого еще не хватает в Европе. И уже это озвучивать там на международной арене, коллегам и так далее, и так далее, формировать мировое сообщество. Поэтому это классно, это супер. Мы за, мы уже работаем в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Я вижу у Олега Гагеева рука, так? Да, спасибо. Я, наверное, относительно того, что говорила госпожа Анаэсмарин, конечно же, безусловно, любой механизм, который будет способствовать улучшению прав человека, будет способствовать освобождению всех осужденных по политическим статьям. Безусловно, надо приветствовать. Нужно очень внимательно смотреть, конечно, же, если этот механизм будет вводиться на тот мандат, который государства согласятся ему дать. И только в случае сильного мандата, сильными полномочиями, конечно же, это нужно приветствовать, безусловно. И институт крестных отцов, который ряд политиков на сегодняшний день практикует, это, безусловно, помощь, это, безусловно, проявление солидарности. Скажу, что даже на каких-то встречах я те примеры, которые мне известны, другим политикам привожу и предлагаю им тоже подобные механизмы использовать для проявления солидарности и улучшения ситуации с политическими заключенными в Беларуси. У меня, наверное, вопрос тоже здесь для нас, для всех собравшихся, вот касательно вот той ситуации, которую мы на сегодняшний день имеем. И пока шло обсуждение, я посмотрел, что согласно сайту «Весны», на сегодняшний день, согласно тем критериям, которым присоединились правозащитные организации, участвующие на форуме, признано политзаключенными 927 человек. На сайте «Dissident.by», если я правильно читаю этот сайт, 1151 человек. Это 224 человека, которые, не знаю, либо не рассматривались, либо которым было отказано правозащитным организациям, которые входят в коалицию принимавших руководство. И это, конечно, большое количество людей. У меня, наверное, вопрос для обсуждения всем, вот кто как видит дальнейшее развитие ситуации. Что мы дальше будем иметь? Мы по-прежнему будем иметь группу правозащитных организаций, которые руководствуются критериями и руководством о признании политзаключенных, и будем иметь группу еще не менее уважаемых организаций, которые тоже руководствуются какими-то своими критериями, которые, к слову, я на сайте не нашел. И это приведет к созданию двух списков. Я так понимаю, ситуация сегодняшняя, когда у нас есть два списка политзаключенных и целых 224 человека, отличие между этими списками. Либо все-таки интерес есть у всех присутствующих, чтобы как-то унифицировать подходы и действительно либо прийти к общим подходам к признанию политзаключенным, либо оставить все как есть. Вот мне, наверное, такой бы вопрос хотелось обсудить со всеми присутствующими. Вообще, да, Олег, спасибо. Мне кажется, это очень важный вопрос. Прямо так перехватил меня инициативу, потому что действительно надо разобраться в том, собственно, к чему мы стремимся. То есть вот эта ситуация с двумя разными списками, это, в общем, норм и ничего страшного, и пусть будут разные списки, разные подходы, и действительно, тут я с большим словом полностью согласен, да, ну, как бы разнообразие разных подходов в СМАП себе еще не является проблемой, да, и окей. Или, в принципе, есть... А есть ли вообще интерес и у коалиции, и у одной коалиции, старой коалиции, новой коалиции, а есть ли вообще интерес какой-то к тому, чтобы пытаться, действительно, как-то подходы унифицировать, и, может быть, пусть будет, не знаю, одна большая коалиция, у нее будут два разных списка, и это как бы будет окей. Или, в общем, это не особенно кому-то и надо, и всех скорее устраивает ситуацию, что пусть есть разные, и окей. Какие тут есть позиции? Вячеслав или Олег Гулаг, кто могут прокомментировать? Вячеслав, Вячеслав, рука. Да, Вячеслав, пожалуйста. Не я, да? Хорошо, спасибо. Смотрите, я, во-первых, вижу вообще это позитивным моментом, когда есть какое-то столкновение мнения, когда происходят некие изменения. То есть это то, что, скажем, какие-то у кого-то там может замылиться глаз, кто-то где-то там называет по-разному, может забронзоветь и так далее. Это не касается конкретно данной темы, но в том числе. То есть и хорошо, когда есть какая-то дискуссия, хорошо есть когда столкновение мнений и разности. Тут как бы мы все цивилизованные люди, тут, наверное, как бы родится все-таки истина, а не просто так мы посидим. В дальнейшем, то есть для нас в данном случае нет большой проблемы. Мы как работали, так и работаем. То есть у нас есть огромный такой пласт работы. Единственное, на чем мы настаиваем, то, что для нас важно, что СМИ, к сожалению, сейчас используют, исходя из того, что наши уважаемые коллеги очень долго были, наверное, единственными такими, скажем, двигателями всего этого вопроса. Все на них как бы концентрировалось, они несли огромную тяжесть работы. Ссылается только на вот этот конкретный список. Лично нас, моих коллег, с которыми мы разрабатывали новый подход, не устраивает то, что вот эти 200 плюс человек, они просто остаются невидимыми. Это люди, а если сейчас еще учитывать их семьи, которые тоже пострадали, то есть это уже не 220 человек, это уже там очень много, там 500 и тысячи. И это только те, я повторюсь, о ком мы сейчас знаем. Это огромное количество людей, которые находятся под редпрессами, испытывают лишения, там, и черт знает, что еще. Соответственно, как бы все-таки хотелось бы, чтобы цифры были озвучены как можно более полно. Что касается вот этой тоже снова шпильки, в непонятно каких критериях, я повторюсь, мы руководствуемся критериями ПАСЭ, мы нового ничего не предлагаем и не придумываем. Велосипед уже изобретен. Мы просто считаем, что подход к этим критериям стоит изменить. Актуализировали Беларусь, исходя из того, что, собственно, про что я говорил выше. Спасибо. Спасибо. Хотелось бы уточнить, вот этот с одной стороны момент про СМИ, понимаете, по-человечески понятный, то есть каждый раз, когда я что-то делаю, тоже хочется, чтобы это в кураку нормально освещалось, но с другой стороны, а насколько это вопрос вообще коалиции? То есть, грубо говоря, еще, не знаю, там, условно, наше небо или зеркало, или кто-нибудь еще пишет про подозвученных на основе данных этих, а не этих, наверное, может быть, вопрос просто с ними надо работать, с ними это обсуждать, потому что, ну, одна коалиция, ну, а что с этим можно делать? То есть вопрос может быть вообще, в принципе, информационной работе по поводу того, как, потому что, ну, СМИ, опять же, свободные, кого хотят, на тобой ссылаются, какие хотят СМИ. То есть, что же не мешает делать другие СМИ, другие, да, заявления. Может, просто тогда вообще этот тезис, ну, не по адресу? Да, я стал увижу поднять руку, так включать микрофон и отвечать, да. Да, я просто сразу тогда отвечу. На самом деле, Вадим, хорошо, что спросил, еще до создания нашей инициативы, которую мы создали в 19-м еще году, года, наверное, с 17-го, 16-го мы обивали все пороги. То есть ты сам это спросил, то есть я это не говорил, я не начинал эту тему, да. Мы постоянно обивали пороги, мы постоянно, даже когда перед заявлением, во время заявления, в любых каких-то своих там вот этих внутренних движениях, мы постоянно писали представителям коалиции, в том числе правозащитникам известны, и постоянно предлагали дискуссию, предлагали разговор и так далее. То есть просто, видимо, нас до сих пор не слышали, ну вот мы постучали снизу. И как бы меня, например, абсолютно не смущает существование двух списков, да, как бы все-таки в демократическом обществе носитель власти народ, правильно? Исходя из этого, я думаю, справедливо было бы озвучивать, не только про СМИ, конечно, безусловно, не только СМИ, это касается и политиков, в том числе вот этого замечательного сезона крестных родителей. То есть озвучивать для белорусского общества, озвучивать для международной арены. Возможно, там, это может быть два списка, да, может существовать две коалиции, да, то есть, например, это не вопрос. В любом случае, я напомню, что тут нет какого-то жесткого противостояния, неприязни или войны. То есть мы взаимодействуем с представителями правозащитной коалиции, которая уже старше, которая действует давно. Мы обменимся информацией, мы как бы общаемся. Это да, так, у нас есть просто несогласие по определенным моментам, которые в том числе хорошо решают в рамках таких дискуссий. А там уже как бы, как решит вот вообще наше общество, мировое общество, то есть тут. Праведливо. Тогда Олег Гулаг, Олег Маклайбин. Я, может быть, сейчас спрошу так немножко провокационно, но я, в отличие от многих сегодняшней нашей дискуссии, я как бы не являюсь правозащитником, с большим уважением к кому отношусь, что называется, не смею себе их близко приписывать. Вот из того, что я слушаю, у меня возникает такое некоторое подозрение, а может быть, может быть, может быть, реально я бы просто в какой-то степени просто делал с конфликтом поколений, что вот есть старая коалиция, новая коалиция, старая коалиция уже опытная. Есть давняя нотология, привычка вместе работать, есть контакты с политиками, которые потом именно по этому списку становятся, там, какой-то патронаж, или, знаешь, цель, там, крестной матери, гендерное равенство. А есть, да, вот новая коалиция, которая молодая, предлагает, ты знаешь, начали решить критерии, а я хоть там не знаю, что слышат. Может, в какой-то степени, действительно, просто какой-то такой поколенческий вопрос. И, может быть, это поколенческий решить, но, действительно, потому что сегодня у нас дискуссия, понятно, в таком экспертном формате, но, может быть, действительно, надо устроить какую-то дискуссию в более рабочем формате разных правозащитников и вместе думать над тем, что, ну, раз все-таки разные есть, думать на какой-то большой коалиции. Или, в общем, действительно оставлять вариант двух разных коалиций, это тоже само по себе не является какой-то проблемой. Ну, хороший вопрос. Ну, я скажу таким образом, что, во-первых, дискуссии на эту тему у нас уже идут, и это далеко не первое, на разных площадках с разными представителями тех, кто, той группы, которая продвигает вот такой подход. Дискуссия уже ведется и давно, и, как Вячеслав говорит, еще в 19-м году говорили, и раньше говорили об этом, вот, но, может быть, кто-то, может быть, кто-то в этом увидит и разницу, да, эти старые, эти молодые, эти давно, эти недавно, можно и такую увидеть, но я все-таки вижу, я все-таки вижу вопрос в смыслах, и, безусловно, на мой взгляд, безусловно, только полезно, если чем больше людей, пострадавших по политическим мотивам, будет известно, чем больше людей будет находиться в списках. Но, кстати, если мы говорим о списках, то пока, как бы, таким, ну, не то чтобы эталонным, но списком, в котором максимально собирается информация о разных пострадавших, не только политзаключенных, пока, как бы, вот, считается источник весны, весна, их сайт. Ну, куда, кстати, да, конечно, стекается информация со всех, со всех источников, это аккумулятор и агрегатор, скажем, всех информации на эту тему, которые заслуживают какого-то внимания. Вот, и чем больше такой информации будет, тем меньше будет пробелов и белых пятен в проблеме вот этого политического преследования, а сейчас однозначно все действия властей в отношении людей, хоть как-то не согласных, это однозначно политический процесс, политическое преследование, несмотря на то, что сделали эти люди конкретно, да, но это проблем, да, потому что процедуры не соблюдаются. Об этой проблеме нужно говорить, и чем больше людей будут говорить, тем лучше, больше информации будет на свет Божий появляться. С другой стороны, мне кажется, что, ну, тут есть определенное тоже понимание ответственности тех людей, которые делают. Мы всегда исходим из категории «не навреди», «не навреди» конкретным людям, которым мы пытаемся помогать, и в том числе, значит, учитывая, что они могут пострадать от властей, например, но и также «не навреди» с точки зрения того, как это будет работать. Вот я бы тут, для меня это новая инициатива, я поэтому сейчас не готов, это, скажем так, реакции, которые рождаются по ходу, пока не глубоко продуманные, но я думаю, что надо учитывать то, что множество признаний политзаключенными, это может размывать сам смысл этих списков, во-первых. Во-вторых, ну, мы, например, когда рассуждали на эту тему, когда принимали критерии, мы помнили, что есть, например, термин «узник совести», да, но это вот то, чем пользуется международная амнистия, и важно, ну, у нас как бы нет ни права, ни морального права, ни в том числе смысла подменять их такими же терминами, да, хотя термин устойчивый и раскрученный, вот, поэтому мы его не употребляли, например. Но когда будут понятные, разные списки с понятными критериями, вот этот список по таким критериям, а вот этот список по таким критериям, то это, мне кажется, нормально, конечно, и журналисты имеют возможность разобраться и говорить, и политики, и все люди заинтересованные в том, чтобы делать какое-то свое суждение по этому поводу, они этой информацией могут пользоваться, но нюансы есть, о них нужно подумать. Но объединение, на мой взгляд, оно имеет смысл тогда, когда у этого есть как бы серьезная основа, ну, на какой-то конкретной платформе. Например, действовать в отношении политических преследований в широком смысле, я не вижу никаких проблем, чтобы с коллегами обсуждать, например, меры, как помочь тем людям, которые под этим политическим преследованием находятся, что по этому поводу еще можно сделать, это пожалуйста. Но говорить о расширении критериев политзаключенных, нет, но это немножко другое, это другой смысл. Вот о смыслах мы и дискутировали, и пока каждый остается на своем, я не вижу, я не вижу, почему это нужно, не то, что почему это нужно менять, я вижу, что это будет, не будет полезно, скажем так. Вот. Спасибо, Олег. Тогда я, пожалуй, зачитаю то, что накопилось в чате, потому что у нас будет еще версия в Ютубе, и в этой версии вопросов в чате не будет, а они, мне кажется, важные. Вот Борис Горецкий из БАШ спрашивает. Коллеги, большая просьба. Я уже более года стараюсь участвовать в дискуссиях на эту тему, так как хочу для себя лично разобраться и понять решение. И очень хочется услышать хотя бы 10 конкретных кейсов, когда родственники или кто-то обращался с просьбой признать политзаключенными, но коалиция отказала. Что это за дела, по каким конкретно критериям этим людям отказали, в чем соль этих отказов, насилие, наркотики или что? Вячеслав? Да, пожалуйста. Я не знаю точно, будет ли там прям 10, возможно, но у нас точно есть ряд кейсов, достаточно много. Я сходу несколько могу назвать, где, да, родственники обращались и им было отказано. Вот в том числе я 10 раз, наверное, скажу у меня на слуху, вот это дело не щука. То есть там нападение на озаренка, вот это дело тоже, короче, у нас там есть ряд подробностей. И тут есть, ну, ряд таких кейсов точно есть. И обратитесь, пожалуйста, к нам, напишите в Телеграм, напишите на почту, мы свяжемся с радостью, поделимся этими моментами и нашим видением вопросов. Спасибо. Хорошо, спасибо. Хотел бы слово передать давно рука у Александра Мирзаитова. Александр, пожалуйста. Добрый день, меня слышно? Да, вас слышно. Можете еще включить камеру, если можете, и будет вас еще видно, будет прекрасно. Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня два вопроса. Я человек новый в этой теме, я хотел бы вот по ходу вашего собрания у меня появились два вопроса. Тут много говорили о насилии. Ну, и, так сказать, если человек проявляет насилие, то он уже не может признаваться политзаключенным. Вот у меня такой вопрос. А если человек, так сказать, ну, у каждого из нас, наверное, люди бывают разные, у каждого разные судьбы, жизни. Если, так сказать, человек в прошлом имел какие-то, так сказать, проблемы, объективные проблемы с законом, с криминалом даже вполне возможно, причем, так сказать, они были, ну, насилие, возможно, систематический характер, но потом он, так сказать, ну, вот как попал в такую ситуацию, по которой, ну, его допускается возможность признания политзаключенным, но там он в этой ситуации не проявил абсолютно никакого насилия. Так сказать, вот как фактор роста его жизни окажет влияние на принятие решения по вопросу его политзаключенного, ну, ну, при дальнем статусе политзаключенного, и второй вопрос, это, ну, он такой тоже общий, вот как мы все, ну, те, кто выносят вердикт о том, чтобы признать человека какого-то политзаключенным или нет, они все, ну, все люди, и людям свойственно ошибаться. Вот, так сказать, как избежать, вот, минимизировать, по крайней мере, субъективный фактор в принятии решения о придании конкретному человеку статуса политзаключенного? Вот у меня, в принципе, два вопроса. Спасибо за ответ. Спасибо. Ну, давайте, наверное, спикеры тогда по очереди ответят на эти вопросы. Вячеслав, можем начать с вас. Да, хорошо, спасибо. Просто думал, очередность будет такая, как вы сказывались. Ну, давайте, смотрите, первый вопрос. Никак. На самом деле, что бы ни происходило у человека в жизни, сколько бы раз там за что его не осуждали, если это будет как-то отражаться в его характеристике, там, в рамках другого уголовного дела, или кто-то его не захочет признавать полизотвещенным за это, это называется дискриминация. То есть это значит, что, исходя из каких-то там предубеждений, мы не знаем, там, справедливое его осуждание, справедливое, и нас это не должно волновать. Мы должны конкретно оценивать, что человек сделал, за что его в данной конкретной ситуации там задержали, арестовали, избили, пытали, там, посадили, несправедливо осудили. То есть все остальное нас не интересует. Ни его пол, ни гендер, ни ревероисповедания, все это уже будет дискриминацией человека по тому или иному признаку. Вот. Второй вопрос. Так касался чего там, простите? У меня был вопрос про минимизацию субъективного фактора. Ну, так сказать, потому что просто лично, ну, как личная неприязнь быть у людей. Спасибо. Ну, это тоже, наверное, будет попадать под какой-то ряд дискриминационных практик, если человек там из личного какого-то убеждения, политических глядов и так далее, выносит свой вердикт в отношении того или иного политзаключенного. То есть именно поэтому мы говорим, что пока нету справедливого суда, пока нету избранного народом демократического легитимного правительства со всеми его институциями, да, там, независимого суда, независимого следствия, адвокатов, которые не боятся, что их там завтра уволят или там посадят на сутки, да. До этого момента лучше человеку все-таки, да, из гуманистических побуждений даже ошибочно, но предоставить какую-то помощь, в которой там, исходя из какого-то дела, потом, например, да, разобрали, что на самом-то деле там у нас уже были такие кейсы, кстати, если интересно, мы с ними поделимся там как-то уже отдельно. Вот, когда, ну, изначально шла дискуссия по поводу статуса полизаключенного, и по итогу попадал человек наш на суд, и узнавалось, что на самом деле, как бы, в основном там немножко другая часть вообще всего, за что его преследуют. И там уже, как бы, этот счет там исключался, например, из списка, или там уже под вопрос ставился. Поэтому тут, как бы, я считаю, да, что лучше уже дать лишний раз какой-то статус, да, там, вот, презумпция невиновности, да, то, о чем мы говорим. То есть, и это, кстати, и является презумпцией невиновности, если что, это часть прав человека неотъемных, да, это всеобщая декларация прав человека. Вот, и чем, например, сомневаться и лишить его этой поддержки, сделать его невидимым для сообщества. Личные убеждения не должны играть никакой роли, и именно поэтому, например, нас немножко коробят, вот, нашу коалицию, когда вот такая исключительная, даже идеологизированная идет линия в том, как себя нужно вести в той или иной ситуации. Ввиду того, что дадут тебе этот статус или дадут, потому что, процитируя уважаемого беляцкого правозащитника Олеся, что там разговор там был три года назад или когда, то есть, вот, он говорил, если вас будут бить, избивать, убивать, руки по швам стоим. То есть, ну, мы как не согласны, мы так не думаем, особенно в реалиях современной Беларуси. Вот, спасибо. Спасибо, Вячеслав. Олег Агеев, пожалуйста. Спасибо. Я позволю себе, спасибо за вопрос, Александр. Действительно, это очень важно. Позволю себе начать отвечать со второго. Кажется, он наиболее важный, о том, как избежать субъективизма. Мне кажется, что вот из того, я не знаю лучший способ избежать субъективизма, если, а, договориться всем о критериях, и, б, если решение принимать коррегиально и публичить потом это решение. Если согласен с Олегом Гулаком, что на сегодняшний день коммуникатор тех кейсов, которые рассматривались сообществом правозащитным и которые наделили человека статусом политзаключенного, то критерии, почему именно этот человек получил такой статус, они находятся в публичном доступе. Есть заявление о признании политзаключенным, где расписывается, почему этот статус в данном конкретном деле был применен к данному конкретному человеку, и это соблюдается даже тогда, когда, ну, условно говоря, несколько, одним заявлением несколько человек признаются политзаключенным. Поэтому избежание субъективизма – это, а, критерий, и, б, коллегиальность при принятии решения. И вот по списку белорусских правозащитных организаций это заметно, это публично, и с этим любой может ознакомиться, либо высказать возражение, либо, ну, по крайней мере, ознакомиться и присоединиться, распространять, каким-то иным образом соотнестись с таким подходом. Относительно первого вопроса, вот, действительно, он очень важен. Вот на примере, когда есть критерии, то человек, который ранее совершал преступление и в последующем начал заниматься политической деятельностью и осуждается, задерживается, привлекается к ответственности за ранее совершенное преступление, то вот это, с моей точки зрения, не наделяет его статусом политзаключенного. Соответственно, и наоборот, если человек занимался какой-то деятельностью, потом, даже не прекратив заниматься политической активностью, гражданской активностью, привлекается к ответственности за какое-то преступление, которое к его, этой деятельности, не имеет отношения, то это тоже не влечет признание, с моей точки зрения, статуса политзаключенного. Если только не будет достоверно доказано, что это преследование напрямую связано с его активностью. Это как раз-таки следует из тех ограничений, из тех критериев, которые зафиксированы в руководстве. Соответственно, я не могу согласиться с подходом, что лучше кому-то дать статус политзаключенного, а потом разобраться и его отменить. Это действительно ведет к размыванию этого понятия и его, если хотите, девальвации, когда люди, которые его, что называется, получили заслуженно, которых большое количество людей вовлечено в требования освобождения и признают политический характер преследования, когда в этом списке еще будут люди, собственно, не имеющие права там находиться, но люди, на которые не распространяются критерии политзаключенного, то по отношению к остальным это будет размывать. И мне кажется, такого подхода желательно избегать, чтобы признание конкретного человека означало, ну, как минимум, отсутствие субъективизма и обоснованно подтверждало, что этот человек действительно является политзаключенным. Но, повторюсь, это не влечет отказа в предоставлении помощи. Политзаключенный – один из механизмов для того, чтобы защищать права тех, кто преследуется в политически мотивированных критериях, чьи права нарушаются. Это просто механизм. Если права нарушаются не политзаключенного, это не значит, что ему нужно отказывать в помощи. Это значит, что его все равно нужно защищать, но только не надо его автоматически считать политзаключенным. Вот я думаю, как-то так. Спасибо. Спасибо. Олег Кулак, вы хотите что-то добавить? Да, я хотел добавить. Олег сказал… Прошу только по возможности кратко, потому что у нас еще где-то две руки. Олег просто сказал, перечислил критерии, но не назвал его. Не только то, что это коалиция, и не только то, что по критериям, но еще прозрачность самого решения, в смысле его обоснованность и аргументы, которые приводятся в самом решении о признании политзаключенного. То есть по мотивации видно, что было причиной. С этим тогда можно спорить, к этому можно относиться так или иначе, и это является главным инструментом избежания субъективизма. К сожалению, это не суд с его процедурами, где и за этим нет авторитета государства или чего-то еще. Поэтому я еще раз говорю, что ценность такого признания, оно базируется исключительно на авторитетности, которая складывается из кучи факторов. Все, спасибо. Спасибо большое. Вижу руку еще от Ольги Зазулинской, «Страна для жизни». Ольга, пожалуйста. Да, я хотела бы просто маленькую реплику. Я вот слышу критерии, и мы цепляемся за это слово. Изменить критерии. Да давайте не будем менять критерии, давайте просто поменяем подход. Потому что даже в обычной жизни мы на одну и ту же вещь все смотрим по-разному. Давайте менять подходы, а не менять критерии. Пришло время поменять подходы. И давайте с этим согласимся. Слушайте, ну это какое-то заклинание. Пришло время менять подходы. Пойдем вперед. Мы же вроде эти аргументы разобрали. Так, спасибо. Рука от Дмитра Соловьева. ПЦ Весна. Дмитер, не калиласка. Так, добрый день, я на сувезе. Я бы хотелось отказать с подару Вячеславу, который спробовал тут забитовать голос с подару Олеси Беляцкого, который, на великий жаль, не может сегодня присутничать и отказать сам за себе. И я выдавно веду это высказывание Олеси Беляцкого. Я веду его в днек 50-х годов. Олесь Беляцкий, это кажа про ситуацию, калі вас провакують. Менавіта провакують в органы улады, милицаянты, КДБшниками. Абтым, што калі вас провакують, што калі вы у отказ, ці просто не стремавшасся применять гвалту, зачинені до супрационника билицы, вы пагожатес свою ситуацию, поведетесся на провакацию. Я ще хотел бы отказать на тезу, што галовнае, які у чалека были памкненні, насамрэч, вось у дадзинах крытэріях по вознашэню терміна палізня волінах, дадзинае ситуація апісана. І там дэкладна прапісана, што нельга асноваса толькі, што чалек жыдаў, КПДБО, і аго революційныі нейкі там ідеї, пасыл. Галовнае, што, увы, нікую он зарабіл, і што атрымалася. Там дэкладна прапісана гэтым абзацам. Я можу це все досылати в чал. Дякую. Ну да, хоча, хто я не розбираюся в критеріях, але я тебе добавил, да, мне кажется, вообще несложно сказати, як можна оцениватися стремлений, а не поступки. Потому що понятно, що бачо я не зелал, стремлений своїх я обычно описываюто хорошо. Никто не говорит, ну я там просто сделал плохо, потому що б это хотів. Стремлений, це як би всіраз звучат хорошо, но стремлений, це ж така, в принципі, там, наверное, силовики. Силовики тоже кажа, що не хороше стремлений по цей поступки. Це так, репетика в сторону. Антон, у вас ще є подняті руки? Я думаю, треба дати Вячеславу прямо сейчас ответити, тому що к нему було обращено, і після цього є ще одна рука. Вячеслав, п'яждео. Дякую. Касательно провокации, я абсолютно согласен, але я настаиваю именно на тому, що я сказав, що вас избивають, вас там, уничтожають, треба стоять. То есть, именно було так. І тут никакой апелляції к тому, що мені хтось не може відповідати. Це просто позиція, і ця позиція має місце бути. Я уважаю її. Просто она, напрямі, немножко не совпадає з нашою позицією. Вот і все. Тут нет никаких шпилек і цих самих. І тут все-таки вопрос в том, що є ряд дел, де именно тож були провокации. Там, післянє уголовне здержання Дмитрия Поліенка, діла Слова Барановича, то есть, коли при нем збивали девушек, втаскаюли за волосы з тролейбусу. То есть, я можу долго перечислять ряд дел, де очевидно було провокации, очевидно було ще щось. Але при этом, как бы, то есть, она сработала і нічого це за собою не повело. То есть, вот і все. То есть, це те дыри, с которых дыри, наверное, в подході, по нашому мнению, да, коли чоловік не мог получить этот статус, не мог получить соответствующее внимание со стороны Международного Беларусіського сообщества, соответствуючую помощь, то, с чого ми, в принципі, почали свою деятелість. Спасибо. Спасибо. Мы, на самом деле, не говорили о том, что кто-то из... что это как-то связано непосредственно с получением помощи. Это вот новый элемент. Я хочу так обратить внимание. Спасибо. Я еще вижу руку поднятую от человека с ником РПООБХК. К сожалению, я не знаю, как вас зовут, но, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Павел Левинов, у меня вопрос такого плана. Мы можем прочитать обоснования, когда человек признан политзаплеченным. А где можно прочитать там, где есть отказы? И по каким мотивам это отказывают? Или это информация какая-то секретная? И вот сколько все-таки отказов и сколько положительных решений? Где это можно посмотреть? Все? Можно ответить? Да, пожалуйста. Да, конечно. Павел, этого нигде нельзя посмотреть, потому что этого нигде не написано и не изложено. И тут важно понимать, что процедура признания политзаключенными это не прописанная где-то в каких-то кодексах или там государственных обязанностях чьих-то делать такую процедуру. И нет такого процесса, что вот, пожалуйста, приходите, запрашивайте мнение какой-то правозащитной группы, коалиции, правозащитное мнение. Есть это так или это по-другому? Если кому-то нужны такие консультации, такие советы, такие обсуждения, вот мы их проводим. Если признание политзаключенными делается в очень понятных смыслах, в очень понятных целях и задачах, и если кто-то хочет устроить взять на себя функцию описания всех запросов, которые возникают, то это как бы пожалуйста место свободно берите и делайте. В том числе, Паша, если ты посчитаешь кому-то нужно это поручить, так пускай поручают, пускай пишут. Вот. Но мне кажется, что это немножко вопрос из непонимания самого процесса и смысла этого действия. Спасибо. Спасибо. Вячеслав, вижу руку у вас. А мне кажется, это очень хорошая инициатива. Мне кажется, это очень актуальный вопрос как раз-таки, да, разбираться и в признанных полезаключенных, и в непризнанных. И, например, смотрите, какая у нас уже есть база, да, у нас есть там два списка условно, там два подхода, да, и мы соглашаемся, мы тут все как бы вроде согласились, что все это имеет место быть, имеет место жить, да, то есть вот уже на базе этого можно какую-то вести работу в данном плане. То есть очень хорошо это даст понимание как раз-таки, а это самое главное, да, чтобы не где-то непонятно, да, кто-то решал, потому что насколько бы уважаемые коллеги не были образованные и так далее, это все равно довольно закрытое сообщество. Обычному человеку мы в последнее время столкнулись, что журналисты, которые специализируются, да, там на политической новостной ленте, условно говоря, они не понимают, как, какие статусы, кто их дает, что и так далее, то есть, ну, абсолютно непонимание ситуации. И как раз-таки вот подобная дискуссия, подобная работа, да, там статусик, а почему признали, ага, а почему не признали, вот два списка, вот эта разница, вот конкретный кейс, давайте в нем разберемся, объясните, почему вы не признали. По-моему, это отлично, это то, что дало бы понимание вообще прав человека как можно более широкому кругу людей, ну, это же самое, наверное, главное, то, о чем мы тут говорим и делаем, да, то есть, осознание своих прав, их понятия, откуда берутся и так далее, то есть, по-моему, это вообще замечательно, и это, наверное, то поле, как вот справедливо говорит Легуа, которым стоило бы кому-то заняться. Ну, у нас, кстати, кейсы такие есть, если что, обращайтесь, мы готовы, потому что вот там, где отказали, мы, наверное, признали. Спасибо. То есть, кто хочет это расписывать, Вадим, кто хочет это расписывать, пожалуйста, поле свободно, пишите, но я хотел напомнить, что изначально мы начинали не про просвещение правовое, и просвещение тут как раз вот в написанных, в описанных кейсах, в решениях о признании, там достаточно смысла просвещения. Цели просвещения мы достигаем или пытаемся достигать другими инструментами, более эффективными идеями, деятельными, скажем, и эффективными, что главное. А вот задача спорить о списках, так мне кажется, лучше все-таки заниматься помощью людям и об этих смыслах вспомнить, а не тратить время на то, чтобы доказывать, кто тут правильнее или неправильнее. Вот это точно не то, ради чего нужно тратить время и силы людей, которых и так очень немного. Я бы хотел вернуться все-таки к смыслу. Если это случай, когда прозвучали две разные позиции, я, в общем, по слову могу понять одно и другое, одна и другая по словам, как все действительно правильно. Антон, у нас всего поднятые руки есть, поднятые руки, потому что время близко, совсем уже... Из тех, кто не говорил, Ирина Третьякова, пожалуйста, Ирина. Да, добрый день, Олег Николаевич, я уже писала в чате и повторю снова, мы говорим не про пряники и не про бонусы, мы говорим о той ситуации, когда возникнут вопросы при восстановлении законности в государстве. Где потерянные люди? Когда возникнут, когда, надеюсь, такие возникнут возможности скоро и когда этот процесс возникнет в государстве, тогда будут для этого совершенно другие процедуры, которые будут обменять решения судов, которые будут принимать решения на государственном уровне. Это совершенно другая кухня, не надо путать эти вещи сейчас и потом. Опять же, к вопросу о смысле. Вячеслав, еще рука. Я буквально очень коротко по позиции того, стоит или не стоит делать вот эту разницу, описывать. То есть, смотрите, если мы говорим, что один из самых главных критериев демократического общества на любом его уровне это открытость и понятность, то как мы можем отказывать в открытости и понятности по такому важному вопросу, как признание человека политзаключенному или отказному в чем-то признанию. Я не вижу тут вообще какой-то конфликтной почвы, я вижу только какой-то позитивный момент и взаимодействие с теми, кому это может быть нужно. И то, что это станет в том числе и в результате этой деятельности сравнительной какой-то характеристики, более понятной большему кругу людей, это безусловно позитивно, мне кажется. И открытость, мне кажется, это главный принцип всего, о чем мы говорим и что мы делаем. Спасибо. Вадим, все, давай, я думаю, подводить итоги. Вадим завершать. Да. Я думаю, вот эта дилемма, думая над тем, как с одной стороны и заняться поставлением вроде хорошо, но с другой стороны да, и направлять ресурсы на помощь, когда их так мало, в общем, тоже понятный аргумент. Ну, по-моему, лично я для себя считаю дилемму, разрешаю так, что да, ресурсов, конечно, мало, но с другой стороны, поскольку дело у нас планетерское, то каждый свой ресурс может складывать куда хочет, и действительно, вот из сегодняшних обсуждений в том числе родилась эта мысль, что, возможно, условно, если бы, я думаю, я бы так-то режимировал, если бы у нас был, например, какой-то сайт, где было бы столь же подробно, как вот есть сайты, где подробно расписано про 900 политозаключенных, то как и почему, если бы у нас был такой же понятный подробный сайт, где было бы расписано, смотрите, а вот еще, например, плюс-минус 200 человек, которые вот по этим критериям они не признаны произвлеченными вот поэтому и поэтому, и вот поэтому сейчас еще не признали, и уж совсем не признали, а вот мы, значит, другие вот поэтому их признаем, ну, как минимум, это точно бы повысило понятность этой ситуации для тех, у кого, может быть, не было времени вот сейчас-то два часа этим заниматься, но, безусловно, вот, сайса есть, да, ну, да, если очень коротко, мы заканчиваем, да. Очень коротко, я к вопросу о безопасности. Эти 200 человек, которых мы хотим отказать, они сейчас под стражей, они сидят. Мы готовы говорить все то, что у нас есть, какого-то негативного в отношении их. Вы считаете, это правильный путь? Подумайте об этом. И это тоже, опять же, да, по своему понятному критерию, потому что, да, все многие вещи, которые связаны с открытостью, прозрачностью, которые иногда не хочется ограничивать, а потом, да, понимая, что вопрос, да, угрозы людям отдали, кто же говорил про принцип ненабреди, в общем, тоже более чем понятный. Наверное, если кто-то какие-то тезисы, которые у него есть, почему он не согласен признавать к полюзаключенным, если кто-то считает, что он тезис не готов выносить дальше правозащитного сообщества, чтобы ненабредить этому человеку, ну, в общем, тоже можно понять. Но, в любом случае, я на последок подчеркнул, что, поскольку у нас, можно сказать, не правозащитный форум, а экспертно-аналитический клуб. Поэтому я буду, конечно, очень рад, если одним из таких ауткамс нашей дискуссии будет еще и усиление взаимопонимания разных правозащитников, а еще и, может быть, какие-нибудь совместные позитивные действия и совсем замечательно. Но самое главное, чтобы наша цель сегодня все-таки была разобраться с ситуацией, ее прояснить. Мне кажется, ясности, безусловно, стало больше. Было бы, конечно, наивно верить, что за два часа подходы разных людей с разным жизненным опытом философии и так далее кажутся абсолютно одинаковыми. Такой цели у нас и не было. Но экспертно поговорить, друг друга понять, а для тех, кто будет смотреть нас на Ютубе, сделать свои выводы и понять, какая позиция им ближе, это, безусловно, то, что, на мой взгляд, нам сегодня удалось. Поэтому я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто принял участие в нашей дискуссии. Не спроста правозащитникам в Беларуси, согласно вопросам Четного хаоса, правозащитники в топе по доверию вместе с церковью и независимыми СМИ. Действительно, правозащитники все, без всякого сомнения и, несмотря на пафосы, скажу все наши герои. И большое спасибо всем, кто сегодня правозащитой занимается в Беларуси. Какие бы ни были у вас взгляды, как бы они ни расходились, я очень ценю и уважаю и горжусь всеми из вас. Поэтому всем огромное за это спасибо и за вашу работу и за то, что нашли в ней время на нашу сегодняшнюю дискуссию. И у нас в чате уже Антон писал, мы будем рады всех видеть 23 декабря, в то же время в 5 часов к Ломинску, у нас финальный экспертно-аналитический клуб, где мы будем вместе с аналитиками подводить итоги 2021 года и обсуждать прогнозы на 2022. И, конечно, учитывая то, каким был и завершается этот год, первый вопрос у нас на этой дискуссии будет как раз про репрессии, про то, какое будущее будет в этой ситуации. Поэтому приглашаем всех присоединяться к нашим будущим дискуссиям. Всем спасибо и до встречи.